И еще одна из фишек самоката, она мне действительно очень понравилась. Мы можем дно самоката, там по окружности идет огромное количество диодов, включать разными цветами. Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Как вы знаете, я очень люблю электротранспорт, катаюсь на моноколесах, на электросамокатах. И сейчас я катаюсь, тестирую на Hyper Triumph. Это электросамокат, конечно, многие скажут, что он похож на Xiaomi, он действительно похож на Xiaomi, но сравнить мы их не будем, потому что у меня рядом здесь нет Xiaomi. Я просто в конце выскажусь, чем он отличается, в лучшую и в худшую сторону. Поговорим о том, чем он хорош, насколько хватает заряда, насколько на нем удобно ездить и начнем с внешнего вида. Приятного просмотра, поехали! Самокат весит почти 13 килограмм, самокат, разумеется, складной, его можно взять с собой в транспорт. Я возил лично его и в метро, и в автобусе. Для удобства предусмотрены съемные ручки. Ручки просто откручиваются, вы их откручиваете и берете с собой. Самокат становится значительно меньше. Можно также, разумеется, положить в багажник автомобиля, к примеру. То есть он мобильный, и взять и понести. Специальный рычаг помогает удерживать самокат в сложенном состоянии. Мне понравилось, что я катался даже в дождь. Самокат, у него защита от воды есть. IPX-7. То есть погружение под воду даже, по идее, выдержать должен. Он герметичный, до руля, по крайней мере, как производитель говорит. Под дождем на нем кататься можно, официальная спецификация. И вот площадка для ног, она прорезиненная, это очень, поверьте, хорошо. Потому что когда, либо если вы катаетесь зимой, например, зимой тоже катается, но редко в дождик, то прорезиненную площадку оцените. Я оценил. Ручки. Ручки сделаны под кожу, в них есть и плюс, и минус. То, что они откручиваются в несомненный плюс, то, что они, тактильные ощущения от них приятны, несомненный плюс. Единственное, что мне не понравилось, как ни странно, это металлические вот эти вставки. Металл это хорошо, лучше, чем пластик. Конечно, если самокат вдруг упадет, то ничего там не расколотится. Но есть один нюанс, если вы хотите его поставить не на подножку, которая здесь есть, а прислонить к стене, то он немножечко скользит. Нужно было делать какой-то более шершавый металл. Но, честно говоря, это, наверное, единственная такая вот придирка моя к самокату, потому что в остальном он мне очень понравился. Разумеется, самокат имеет электродвигатель, как и большинство самокатов в переднем колесе, мощностью 250 ватт, до 120 килограмм ездока может выдержать. Поэтому я вот себе, когда нагружаю, много смартфонов, там бутылка воды в рюкзаке, вес достаточно большой. В горку, конечно, чуда не будет, ногой нужно будет подталкивать. Но в небольшой горочке я на нем катался, тянет, хватает мощности. Впритык, но хватает. Я бы даже сказал, наверное, минимальная возможная мощность для самокатов, 250 ватт и выше. Переднее колесо, мотор-колесо. Ручка газа, достаточно удобная. Единственное, когда я катался, в начале достаточно удобная. Она пластиковая, и когда я катался долго, ну, более получаса, без перерыва я фактически давил по парку туда-обратно, разряжал его, проверял автономность, уже немножко пальцем ему стало некомфортно. Возможно, мне, возможно, у меня руки большие, не знаю, мне было немножко некомфортно. Я бы сюда приколхозил какой-то более мягкий материал. Но, опять же, кому кто-то, может, и внимания не обратит. Разумеется, есть тормоза, тормоза дисковые, их можно регулировать. Торможение хорошее, мне регулировать ничего не пришлось, но можете сделать более плавное или более резкое, само собой. Либо можете тормозить двигателем, просто отпускаете ручку газа, и самокат плавно останавливается. Есть круиз-контроль. Работает он как? Когда вы зажимаете, например, на максимум или на серединку, несколько секунд, порядка пяти или чуть больше секунд, самокат едет на одной скорости, например, там, 18 км в час, и отпускаете, все, и едете. Это хорошая штука, я ей пользуюсь. Очень хочется похвалить производителя за то, что в эту модель поставили бортовой компьютер. Он уже встроенный, и показывает самое важное, сколько у нас осталось заряда, разумеется, показывает также скорость. Конечно, вы можете подсоединить, что я и сделал, скачать приложение на Android или на iOS, и уже смотреть на телефоне, пройденный путь, который вы проехали, опять же, скорость, заряд батареи и так далее. Все это работает, все это на русском языке, что приятно. И еще одна из фишек самоката, она мне действительно очень понравилась. Конечно, это можно включить, можно выключить, делается это через приложение. Мы можем дно самоката, там по окружности идет огромное количество диодов, включать разными цветами, настроить не только цветность, но и интенсивность свечения. Это очень красиво, это действительно мне очень понравилось. И еще одна фишка, это вокруг фонаря окантовку также можно сделать в цвет подсветки. Синий, красный, зеленый, это действительно очень прикольная функция, мне очень понравилось. Еще из приятных мелочей не забыли о звонке. Обычный звонок, но это действительно помогает. И особая благодарность производителю за фары. Передние фары это практически произведение искусства. Я специально ездил ночью, проверял, и хороший световой поток вперед метров на 5-6. Хватает, чтобы все видеть. Вот тут я обещал итоги Xiaomi сравнить в конце, у Xiaomi, конечно, фара далеко не такая. Здесь фара то, что нужно. И, разумеется, есть габаритные огни. Они горят постоянно, а когда вы тормозите, нажимаете на ручку тормоза, они загораются больше, более яркие, более красные становятся, чтобы видели люди, что вы притормаживаете, если едете по дороге, например. Ну и самое главное ощущение от езды. Мне вообще понравилось качество самоката, его сборка, он, разумеется, металлический. Несмотря на то, что здесь нет никаких амортизаторов, меня вначале это смутило, но покатавшись даже по знаменитой московской плитке, нисколько не лукавлю, на колесах надувных, 8,5 дюймовые колеса, вполне комфортно. Не было такой тряски за счет того, что диаметр колес большой, за счет того, что они с шинами, то есть воздух, и вполне себе комфортно. Мне понравилось, ощущения от езды хорошие. Я достаточно тяжелый, поэтому по скорости, заявлено 25 километров максимальная скорость, я смогу разогнаться только под горку. На ровной поверхности я выжимал 21-22 максимум. Это удобно, глядя на бортовой компьютер, все вижу. По дальности хода. До 30 километров обещает производитель, что самокат может вас провести, но все мы понимаем, что это идеальные условия. Во-первых, ездок очень маленького веса должен быть, идеально ровная поверхность, даже тип дороги влияет. Мои результаты какие? Я большой, тяжелый, повторюсь, у меня еще рюкзак там, когда тестировал с собой, что-то возил. Вес большой, плюс я катался по парку, и там были подъемы в том числе. И у меня получилось, я проехал 9 километров, у меня осталось порядка там 30%. То есть мне этого самоката хватило бы где-то, я так думаю, километров до 15. Это нормально. Другой человек, например, весом килограмм 60, он на нем, я думаю, выжмет около 20. 30 это такой некий максимальный итог, который, как обычно, производитель заявляет. Подводим итоги по самокату. Особо подчеркну, что удовольствие от езды на нем получаешь. На нем не разгонишься какие-то безумные скорости, там 30-40 километров, 25 официальный порог. Единственное, имейте в виду, когда вы включаете самокат, у вас всегда будет первая скорость. Чтобы активировать вторую, нужно дважды нажать на специальную кнопку, она здесь одна точнее, и поставить третью скорость. Это очень хорошо, если вы ребенку, например, дали покататься, подростку, и чтобы он сильно не разгонялся, можете ему дать, конечно же, на первой скорости покататься. Для того, чтобы сдвинуться с места, нужно, как и на самокате от Xiaomi, толкнуться ногой и поехать. Мне нравится такой подход, потому что, во-первых, просто так, тот же ребенок, например, маленький, нажав на курок газа, самокат с места не поедет, а нужно все-таки оттолкнуться. Плюсы самоката. Однозначно, это удовольствие от езды, катаешься приятно, сильно не трясет. Конечно, это бортовой компьютер, ты просто видишь, сколько у тебя аккумулятора, и сколько ты проехал, скорость видишь. Это, конечно же, фара. В темноте я очень оценил, она действительно шикарная. И, как таковы, наверное, просто хороший добротный самокат. Минусы. Ну, как я говорил, это мелочь такая. Возможно, зря я придираюсь, но когда, действительно, подножка есть, она удобная, но просто прислонил к стене, и он у тебя съезжает. Что-то вот тут нужно придумать. Это металл, хорошо, но скользкий. И попридираюсь еще раз вот к курку. Мне он не очень удобный, но, опять же, это я. Возможно, те, кто катается, этого и не заметят. На момент публикации этого обзора цена такого электросамоката составляет в районе 35 тысяч рублей. Но ограниченное время в течение двух недель после выхода этого ролика действует промокод по кодовому слову ARSTYLE. И цена самоката будет на 3000 рублей дешевле. Поэтому, если кто-то планирует покупать, пользуйтесь промокодом, вся информация будет под видео. Самокат мне понравился. Обещал сравнить его с Xiaomi. Смотрите, у Xiaomi основная еще фишка рекуперация, которой здесь нет. Это когда вы едете на холостом ходу, аккумулятор подзаряжается. Но Xiaomi проигрывает этому самокату тем, что там нет бортового компьютера. И свет, конечно, там не особо хороший. Там просто небольшой пучок и все. Здесь же фару я похвалил не зря. Она действительно классная. Это основные отличия. В остальном они, в принципе, более-менее похожи. Также складываются те же габариты плюс-минус. Поэтому впечатления от него остались хорошие. Если кто-то пользуется именно таким самокатом, отпишитесь, потратите минут свое время и поделитесь своим опытом в комментариях. А я же с вами не прощаюсь, а как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.